Этот фестиваль моды для студентов-дизайнеров не просто способ продемонстрировать свое творчество преподавателям, сокурсникам и родителям, но и возможность сделать шаг навстречу миру высокой моды. Молодые дизайнеры, чьи коллекции получат наивысшие оценки экспертов, смогут представить свои работы на международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Это конкурс с историей, со своими традициями, и его проводит благотворительный фонд, то есть изначально это не коммерческий проект. Поэтому предполагается, что жюри будет честным, неподкупным. Победитель регионального тура сможет принять участие уже в финале этого международного конкурса и получить право на международные стажировки, гранты на обучение. То есть это очень не просто престижно, а профессионально дает очень многое для самих участников. «Русский силуэт» — это же за этим имя, или во главе имя, это же Татьяна Михалкова, поэтому это престижно. Когда студенты выезжают за пределы вообще города на другие площадки, это всегда опыт. Иногда это может быть и плачевный, но он тоже всегда опыт. Они всегда к этому стремятся, даже вот само состояние за кулисами побыть, побыть вот в этом хаосе, когда они там ничего не успевают, когда они теряют вещи свои, это всегда им только на руку, и они уже в этом создаются как профессионалы. «Русский силуэт» — это абсолютно другая площадка. Конкуренция — это всегда интересно, это всегда новый опыт, это всегда новые идеи. Я очень сильно хочу победить, для меня это очень важно, так как главные призы — это стажировка в Китае. Я считаю, что это откроет для меня большие возможности. Студенческим работам обычно свойственны максимализм и революционный дух, что, собственно, не противоречит философии современной моды и, более того, питает ее свежими идеями. Моя коллекция создана по мотивам российских тюремных татуировок. Все надписи в коллекции взяты из наколок, каждая надпись является аббревиатурой. Например, слово «электрон» расшифровывается как «эту любовь, которую ты разожгла, останется навечно». То есть, несмотря на общую агрессивность коллекции, на самом деле, надписи очень милые и трогательные. Также я брала уличную моду и миксовала ее с более какими-то, ну, немного фетишными штуками, типа корсетов, цепей, шнуровок. Коллекция называется «Из грязи в князи». То есть, коллекция — это не просто спонтанный набор какого-то бреда, то есть, взял, смешал две вещи и получилось что-то яркое и пестрое. Здесь эта коллекция абсолютно направлена на иронию и сатиру, то есть, это две противоположности барокко и гоп-культура, то есть, две абсолютно несовместимые вещи я решила совместить, то есть, преподнести спортивные формы в неспортивной ткани, вот таких как шелк, бархат и, допустим, драп. Вообще, моя коллекция «Около Куба», мне очень хотелось передать именно настроение, вот эту атмосферу кубок, что это ярко, это красочно, это весело, тем более скоро лето, и поэтому я хотела по максимуму выжать света. Отборочный тур «Русского силуэта» в Челябинске завершится 14 июня. В этот день станет известно, кто представит наш город на федеральном конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова